Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Давно я не выпускал никаких свежих видосов. Сейчас объясню, почему это произошло и вообще, что у меня нового и какие планы на будущее. Дело в том, что, как вы можете видеть по заднему фону, я сейчас нахожусь в другой квартире. То есть я переехал из студенческой общаги наконец-то в нормальное жилье. То есть снял однокомнатную квартиру, так что квартирка, ну, мне нравится. В общем, ну да ладно. Что касается мотоцикла, у меня недавно, буквально неделю назад, случилась беда, что касается мотоцикла. Мотоцикл у меня успешно угнали, прям с под окна. Так что это очень обидно, печально, но, к счастью, мотоцикл застрахован. Я заявил в полицию, написал страховку, теперь вот жду, пока его оценят. В конце этой недели должны его оценить. И, соответственно, в конце месяца они должны подождать, прежде чем выплатят. Соответственно, я думаю, через месяц сделают выплату. Ну, в общем, в связи с этим я как бы решил не отчаиваться. И вот следующие у меня планы. Следующий мой мотоцикл будет обязательно, это будет Honda NC750X. Обязательно с автоматической коробкой, ну, с этим двойным сцеплением. В общем, именно вот хочу эту модель. Потому что я об этой модели еще мечтал давно. Еще когда приходил там в Honda, в салон, когда там делал какое-нибудь ТО. Я всегда сидел на этом мотоцикле, но он мне понравился. Да, и я так решил для себя. Второй мотоцикл будет именно вот NC. Как бы, да. Какие планы? Вот сейчас я, соответственно, буду ждать, пока вернет мне, выплатит мне деньги страховка. Соответственно, немножечко еще надо будет доложить. Потому что, ну, стоимость нового они мне вряд ли выплатят. Хотя моему мотоциклу, кто не знает, у меня была Honda CBR 650R 2020 года. Это, в принципе, мотоцикл как бы свежий, но по километражу все равно я на нем проехал 40 тысяч километров. Много это или мало это, ну, сами, сами судите для себя. Так что, ну, буду надеяться, что оценят по достоинству. Поэтому сейчас вот немножечко надо подкопить денег, соответственно, сориентироваться. И на будущий год я опять планирую большое путешествие куда-нибудь. Ну, в прошлый раз, а в прошлом году я съездил в Норвегию. В Норвегию, в Швецию, докатил до Нордкапа. В этот раз, в следующем году, может быть, уже на новой НС-шке поеду, может быть, в другую сторону, в сторону юга. Может быть, Италия, Хорватия, Греция, вот в те края. Может быть, в Испанию. То есть, я еще не решил. Но цель такова сейчас приобрести новый мотоцикл, чтобы он у меня был. И уже от этого плясать. Так что, почему именно НС-шку, да, сейчас многие спросят? Она же вроде как не валит, там у нее меньше лошадей. Ну, да, согласен. С Сибирь у меня был 95 лошадей, а НС-шка, она там что-то около 58, что ли, лошадей. Это, в принципе, заметно. Но, судя по отзывам, как я вот посмотрел, почитал, пообщался с людьми, говорят, что, ну, вот она на низах валит хорошо. Большие скорости, типа 200 км в час, мне неинтересны. Но на них ездить некомфортно. Для меня комфортная скорость, это, ну, 130 в среднем. Я думаю, НС-шка с этой скоростью справится вполне комфортно. Больше и не надо. Тем более, учитывая ситуацию с ценами на бензин в Европе, то, опять же, экономичность – это очень важный фактор. И, как по заявлениям производителя, НС-шка должна жрать где-то 3,5 литра. Ну, зная Хонду, скажем, по моему предыдущему мотоциклу, у них заявлено было 4,5 литра. И это соответствует действительности. То есть, я ездил, у меня было, ну, 4,5 в среднем выходило. Конечно, если я вылетал на автобан и там откручивал, там было немного, там до 5,5 доходило. Но, в целом, я, как бы, доверяю цифрам от Хонды. Поэтому, 3,5 литра, учитывая обстановку, так сказать, с ценами на бензин, я думаю, это будет самое оптимальное. Плюс, опять же, у нее один диск на колесах. Тормозной диск, я имею в виду. Это, опять же, удешевляет обслуживание. Скажем, если у вас двухдисковые тормоза, то, соответственно, в случае замены дисков вам придется покупать два диска. А это в два раза дороже, чем один диск. Соответственно, количество колодок тоже увеличивается. Также у этого мотоцикла, у НС-шки, двухцилиндровый двигатель. А у предыдущего моего мотоцикла был четырехцилиндровый двигатель. Соответственно, тоже обслуживание будет стоить немножко по-другому. Те же свечки. То есть, свечки там стоят иридевые, блин, они, ну, они дорого стоят, честно вам сказать. Они не дешевые. Поэтому две свечи – это дешевле, чем четыре свечи в два раза. Ну, в общем, я так подумал для себя, и вот это чисто мои аргументы для себя, что надо что-то брать поэкономичное. Ну, опять же, автоматик. Я раньше семь лет ездил на скутере, да, с вариатором. Это, ну, адски удобно в городе. То есть, ты просто крутишь газ, и мотоцикл, мопед едет. Поэтому, я так думаю, автоматик – это must-have, особенно в городе, в городских пробках. Честно, вот на Сибирке меня, ну, заебывало переключать передачи, особенно где-то в пробке, на автобане, в городской автобан, и ты вот бу-бу, ну, это выматывает. И в итоге небольшая поездка, там, на 10 километров, ну, в масштабе автобана, когда он свободный, это пшик, но когда пробка эти 10 километров, и машины не едут, то это тихий ужас, и ты за эту поездку выматываешься прям в хлам. Ну, мне это как бы не нравится. И плюс, опять же, что я хочу сказать, вот если, опять же, сравнивать вот НСшку и Сибир, что у меня был, Сибирка, она тяжелая. Ну, она не то, чтобы тяжелая, прям по килограммам, и сильно отличается от НСшки. Нет, они по весу приблизительно, по-моему, одинаковые. Но за счет того, что Сибир у него 4 цилиндра, 4 цилиндра, и они высоко, то есть центр тяжести высок, плюс бензобак, соответственно, она ощущается очень тяжелой. Вот реально она прям чувствуется, что тяжелая. А когда ее катишь, не дай бог ты там ее завалишь, я не знаю, ну, сколько там градусов, может быть, 50, и ты уже, уже опасаешься, что он, ну, упадет. А НСшку, ты когда на нее садишься, он у нее двигатель двухцилиндровый, он почти лежит параллельно, башка, имею в виду, лежит параллельно земле практически. Центр тяжести находится очень низко. Так, соответственно, ощущается прям, ну, мне понравилось, поэтому я вот загорелся и хочу вот именно НСшку. Поэтому сейчас это будет, это станет смыслом моей жизни, грубо говоря, на ближайшие полгода. На вторичке я ее брать не планирую, поэтому я, скорее всего, буду ее заказывать в салоне новую, но сейчас уже новую хрен ты ее купишь, потому что их у нас тут как в Германии, у нас автосалон, допустим, мотосалон заказывает, скажем там, на сезон, скажем, 5 мотоциклов определенной модели, грубо говоря. И, то есть, кто-то по предзаказу уже, то есть, они расходятся прям в начале сезона очень махом. В середине сезона купить новый аппарат где-то в салоне, это практически уже нереально. То есть, они уже все распроданы заранее. Поэтому в ближайший месяц я, ну, даже не месяц, в конце недели мне должны уже оценить мотоцикл и сказать, сколько мне денег вернут со страховки. Оттуда уже буду плясать, сколько надо добавить. И буду, соответственно, сразу заказывать в салоне новый мотоцикл 23-го года. Соответственно, в этот раз я его постараюсь застраховать еще лучше, чем вот Сибирку. То есть, у меня была тайль-каска, то есть, частичная каска. Ну, для тех, кто не в курсе, есть три вида каска. То есть, это самое основное, базовое. Ну, скажем, если ты в кого-то въехал и там нанес кому-то ущерб. Потом есть частичная каска. Это туда входит, скажем, базовый пакет плюс от угона и там еще несколько каких-то там стихийных бедствий там, по-моему. Ну, в общем, еще какие-то фишки. И есть фулл каска. То есть, это получается, что ты застрахован на все. То есть, даже если ты его сам поцарапал, вот ты шел мимо, запнулся, головой ударился в бензобак, у тебя бензобак вмялся. То есть, страховка вот этот, вот даже вот такой ущерб возмещает. Ну, это фулл каска. Плюс, вот в моей страховке, где я застрахован сейчас, у них там есть такой пакет, что в течение двух лет, 24 месяцев, если мотоцикл угоняют, тебе возвращают полностью стоимость магазинную. То есть, вот как он в магазине стоит, вне зависимости от амортизации. А так, как я живу в Берлине, вот в таком районе, ну, в принципе, район нормальный, в котором я живу, мне он нравится, он такой спальный район, тут, ну, немножко паром многоэтажек и все. Но, в плане воровства, это полный пиздец. Здесь почти каждый день вскрывают какую-нибудь машину, либо что-то угоняют. Ну, в общем, здесь жопа. То есть, потому что, опять же, это окраина Берлина, рядом автобан, аэропорт, плюс польская граница недалеко, так что, ну, идеальное место. Поэтому, также я сейчас буду еще озадачиваться поиском какой-то стоянки закрытой или гаража, я не знаю, ну, что-то буду искать. Так, я тут узнавал уже, есть тут у нас такие, типа, как гаражи для велосипедов, они под замком. Ну, по крайней мере, можно туда теоретически загнать мотоцикл, накрыть его чем-нибудь, чтобы его с улицы не видно было. И он все равно будет под какой-то защитой, ну, в глаза не будет бросаться, и тем самым вероятность того, что его сопрут, ну, немножко уменьшается, но не факт. Так что, вот такие вот у меня дела, новости. Ну, я думаю, может быть, сейчас постараюсь выходить почаще в эфир, как бы буду освещать вот именно данную ситуацию, что там у меня со страховкой, как там, что с новым мотоциклом, скажем так. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, предложения конкретно по контенту, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Ну, там уже будем что-нибудь думать совместно. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, с вами был Вилли, канал Мотохайкер. Так что, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok